Чудо-дети 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 Это в 2007 Они такие забавные были Когда первый раз у нас были восходящие звезды И они здесь выступали Я думала, ну как же их назвать Почему-то Ни восхождение Ни то, ни сё Чудики Чудо-дети Оно пришло само по себе И вот это до сих пор продолжается Уже поколение Где-то четвёртое поколение проходит В танце, как в жизни Идёт бег по кругу И сила, и слабость Бегут друг за другом Танец Есть чувств и эмоций Палитра Показать можно всё Что на сердце сокрыто Танец Есть тело Особый язык Расскажет о том, к чему каждый привык О танце Можно рассуждать Бесконечно Но танец Есть жизнь И так будет Вечно Субтитры создавал DimaTorzok Какого возраста дети в нём обучаются И в каком возрасте вы их отпускаете В свободное плавание Ну, он образовался Я, как и говорила В 2007 году Уже 17 лет Если я не ошибаюсь Потому что Два года тому назад Мы отмечали 15-летие Чудо-детей Но был Фестиваль Чудо-дети приглашает Совсем другой формат Не просто концерт А мы открывали Мы приглашали своих друзей И у нас вот фестиваль образовался Танцевальный фестиваль Чудо-дети приглашают Беру я детей С шести лет Да Уже из пяти Приводят Да С пяти даже приводят Конечно Маленькие они Немножко Не топа Когда раньше приходили Они такие послушные были А теперь они То есть Кроме того Чтобы передать Профессиональные какие-то Навыки Ребенку В первую очередь Надо поработать Еще и над воспитанием Этого ребенка Да Ой Над дисциплиной Да Но их когда собираются 30 человек Ты не знаешь Это самое И ты начинаешь Повышать голос Я удивляюсь иногда Даже себе Как я могу Вот в таком Вот то что Они такие шумные И я могу поставить танец Иногда даже я себе удивляюсь Татьяна Ивановна Она многогранная личность Она человек сложный Вы знаете Вообще интересно Работать со сложными людьми С простыми не так интересно А вот со сложными людьми Интересно работать Потому что Эти люди Они не ставят себе Легких целей Они всегда Ставят Задают очень высокую планку Для себя Для тех С кем они работают Непосредственно с детьми И Татьяна Ивановна Всегда Задает Определенный темп И ритм Для своих детей И это очень приятно Вы знаете Ты видишь Как приходят малыши Которые ничего не умеют Кроме как бегать И баловаться И потом На протяжении Допустим Определенного времени Эти дети Формируются В маленьких артистов Как они изучают Как они несут ответственность За танец За свой костюм И как они внимательно Слушают Татьяну Ивановну И когда я сказала Что Татьяна Ивановна Многогранная личность Я имела ввиду Что Татьяна Ивановна Прекрасно поет Она представитель Вокальной народной школы И она это делает Очень редко Но никогда не отказывает Если перед ней стоит задача Исполнить тот или иной Художественный номер Это от ночной звезды Матушка возьмет ведро Молча принесет воды Матушка возьмет ведро Молча принесет воды Помимо этого Вы знаете Она сама Очень большой трудоголик И очень приятно Что Она не боится Поставленных задач Ей нужно время Как любому человеку Перед тем Как перед ней Поставишь задачу Ей нужно время Для ее осмысления Но потом Результат Радует Своим Качеством исполнения И своей временностью Исполнения Нужно еще сказать Что у нее есть Такое качество Знаете Это чисто человеческое Она добрый И щедрый человек Она очень любит Угощать своих детей Там Вкусностями Типа тортика Конфет Вот это видишь Так дети Мы идем Кушать пиццу Она вот так Так Там другие малыши Мы сегодня торт Она дарит им подарки Покупает Малыши Первый-первый раз Они дебютировали на сцене Они все от нее получат Там брелок Ручку Какой-то маленький сувенир И она это делает С такой щедростью Любовью Вы знаете Это очень подкупает В то же время На занятиях Присутствует дисциплина Вы знаете Очень важно В наше время Быть дисциплинированным Вообще Самодисциплина Уважение к себе И это воспитывается В детях Татьяна Ивановна Воспитывает в детях Вот эту Самодисциплину Умение Быть ответственным За время твоего прихода За то, чем ты занимаешься На занятиях Ответственным За свое поведение По отношению К своему товарищу Который тоже занимается В коллективе Чудо-дети Это Я считаю, что это Очень правильно Потому что Вы знаете Вот такой подход Дисциплина Ответственность И дисциплина На занятиях Это очень важно Потому что В самом начале Подготовки Ребенка К тому, что Он будет работать На сцене Что он будет работать В творческом коллективе Нельзя либеральничать Ни в коем случае Нельзя давать демократии Там должна быть Именно жесткая дисциплина Потому что Ты ответственен За себя За свое здоровье И ответственен За своего товарища Который танцует рядом И все это Воспитывается У Татьяны Ивановны Еще нужно сказать Что Вы знаете Она любит читать книги И Иногда Когда дети собираются Можно видеть Просто человеческую беседу О нормальных Духовных ценностях О добре и зле Она любит детям Рассказывать О поездках О том Какой раньше Рассказывает О кадынже нашей Чедерлунской То есть Постоянно идет обмен И вот то воспитание Которое бесценно Вы знаете Она не ограничивается Вот что мне Как руководителю Нравится в Татьяне Ивановне Она никогда Не ограничивается Должностными обязанностями Она не говорит Я должна выполнять Только вот это И вот до этой рамки И мое время Там с 8 И до 5 Если надо Я знаю Что Мне как руководителю Легко с такими людьми Потому что Я чувствую от них Чувство локтя Я знаю Что Этот человек Если надо Станет спиной к спине И мы сдюжим Все что необходимо Вот эти качества Они бесценны Она не жертвует Она способна Пожертвовать Личным временем Ради детей Она не боится Поделиться Своей энергией С детьми Вот это очень важно И это подкупает В танцевальном коллективе Разновозрастные дети? Да Есть младшая группа Есть средняя группа Есть старшая группа А есть ли смешанные танцы Там где танцуют все? Это будет нет Сложно корректировать? Да Конечно Это бы Но пока что У меня этой идеи Такой не было Я как-то Стараюсь Их делить Как вы стараетесь Авторитет Поддерживать Авторитет Руководителя Ансамбля Авторитет Хореографа Для того Чтобы эти дети К вам прислушивались Это же то же самое Тренерство Да Как и тренер Человек должен Спортсмен слушать Как и ваши танцоры Ваши детки Должны слушать Вас Хореографа У вас есть какие-то Наработанные Уже за долгие годы Какие-то Не знаю Приемы Не знаю Это как-то по себе Происходит И Получается так Что когда Ты работаешь И Но Они балуются И Я это Я это вижу Я иногда злюсь На это Меня это возмущает Что они балуются Но они Что мне нравится В них И это Хочу сказать Что в каждой группе Все это Они Когда перед выступлением Они собираются Они понимают Всю серьезность Они понимают Всю серьезность Только тогда Когда Они Танцуют На концертах И Эта серьезность Которую В прошлом году Мы были В Болгарии Это первый раз Когда я была На фестивале В конкурсе Понимаешь Мои дети Там выступали Я Очень переживала И они Это знали И они Перед Выступлением Сказали Не переживайте Татьяна Ивановна Все будет хорошо И вот Когда они Завоевали Второе место Это было Нечто Татьяна Ивановна Ялома Давно знаем Работали вместе С 70-х годов С 79-го года Я здесь Она немножко позже Пришла к нам Несмотря на то Что она Такая маленькая Хрупкая Но очень волевая Девушка такая Женщина Добивается Своей цели Всегда Упорная Может завоевать Аудитории Прекрасно Справляется С детками Своими Они ее слушают Ну Как говорится Дисциплина На высшем уровне Также я ее помню Еще маленькая Она очень красиво Пела и поет Русские народные Песни В основном Вот такой у нее Репортуар Ну Как человек Добродушный Самое главное Что она Смогла Собрать Коллектив И не один И идет К своей цели Дальше Пропагандирует Культуру Гагаузов Народную Народном творчестве Народных танцах Помогает Вместе Там Подбирать Костюмы Цвета Вот эти Вот И она Приверженница Того Чтобы вот Был Истинно Такой Гагаузский Стиль Танца Не где-то Что-то там С других Этих самых Взятых Именно Она помнит Как танцевали Ее родители И Наши Жители города То, что осталось В памяти Восстанавливает Общается много С людьми Которые раньше Выступали Танцевали Даже не надо Первого места Понимаете Это не важно Главное Что они прошли Этот путь Понимаете И Когда Они ошибаются И они видят Кто ошибается Они приходят Мне и говорят Вот Этот ошибался Тот Потому что Я когда Смотрю Как они танцуют Я вижу ошибки Я не отхожу От кассы Как говорится Я начинаю Сразу Их Ругать Поэтому я Когда они танцуют Я не смотрю Их Невыступление Смотрит Когда Уже Само выступление Я смотрю Только тогда Когда они снимают Когда они уже выступили Выступили Они мне показывают Только тогда То есть Вы в себе Просто зрителя Включить не можете Вы не можете Отключить Себе Критичное мышление К ним Поэтому Вы видите Все ошибки Я В фойе Всегда хожу Туда Пока они выступают Я вот Хожу Туда Сюда Я за них переживаю Все это Когда закончилось И они выбегают Ну как Татьяна Ивановна Я говорю Я не видела Я потом Кто-то выходит Говорит Молодцы Отлично Скажите Какие танцы Какие танцы ставите Какой репертуар Для себя выбираете Меняется ли он С годами Да Конечно Сейчас Все Связано С гагаузией Но мне нравится Ставить Не только Гагаузский То есть Для того чтобы Репертуар Вам нравится Интернациональный Да Потому что я смотрела Ансамбль Моисеева А там танцуют Разные танцы И мне это нравится И когда там Они танцуют Разные танцы Я ставила Еврейский Танец Я ставила Тарантеллу И испанский Танец ставила Я Вот сейчас Вот мы недавно Поставили Аварский Есть гагаузский Молдавский Вот в этом репертуаре Я считаю Это очень хорошо Если мы связаны Конечно Гагаузский Это Это как основа Это основа Но мы должны Показывать и другое Понимаете Это намного интереснее И детям это интереснее Чтобы знакомиться Да С культурой Других народов Да И знакомить зрителя Да Как зритель воспринимает Танцы Других национальностей Да С интересом Да Очень Даже А что я еврейский сделала У меня брат Живет в Израиле У нас невестка Еврейка Я когда сказала Что я Сделала Еврейский танец Да ну Говорит Покажи Я ему переслала Я ему переслала У вас постоянно получается Как своего рода Танцы Дружбы народов мира Да Мне это нравится И вы и детям этим самым Прививаете Любовь к другим Национальностям Да Это знаете Это как Язык Танцев Язык народа Чтобы люди Они знали Что такое Народность Другого Что в каждой Национальности Есть Своя красота Своя красота Расскажите А сложно ли Ставить Танец Другой Другой Страны Другой Национальности Вы для себя Сами тоже Изучаете его Изначально А потом уже Прививаете Эти движения Незнакомые Движения Потому что У каждой Национальности Есть какие-то Свои Особенности Да Да Я хочу сказать Что прежде чем Сделать танец Ты смотришь В ютубе Кучу танцев Кучу постановок Из этого мне понравилось Вот это вот Из этого вот Это понравилось И потом Ты уже Ты уже Сама Уже Ставишь этот Танец Понимаете Различные Танцы Для того Чтобы выглядеть Красиво На сцене Это опять же Костюмы Да Это внешне тоже Ты видишь Красоту Движения Своих детей На сцене Но ты еще Видишь Как они Выглядят Внешне Как вам удается Столько Различных Танцев Совмещать В выступлениях И плюс Еще и Костюмы К ним подбирать Ну ты уже Смотришь Как Народность Как они ходят Вот как Как и мы Кагаузы То же самое Что Вот Примечаешь Детали Все Нравится Вот Одно Ты берешь За основу И дальше Продолжаешь И вот Мы и делаем Вы шьете Отдельные Каждому Отдельному танцу Отдельные костюмы Да Где помогает Примария Где-то Родители А где-то Только я Кладываю Свои деньги Но опять же Это Та любовь Которая у вас Началась Наверное И та дружба С песней И танцем Которая у вас Началась С детства Поэтому Вы всю себя Отдаете До сих пор Своим детям Да И своему Любимому делу Это да Мне иногда Кажется Что я отсюда Даже не Не Выдум Скажите Вы отметили Танцевать Понимаете Даже будучи Поступили в институт Они приезжают Каждую неделю Понимаете Каждую неделю На репетиции Вот у меня есть дети Дети Которые Учатся В Медицинском И они приезжают И им это нравится Понимаете Есть ли По вашему мнению Среди ваших детей Ваши последователи Которых вы видите В которых вы видите Своих последователей Которые Также любят Своё дело Своё мастерство И хотят Следовать Вашему примеру И дальше Не знаю Я вижу Что они очень любят Танцевать Есть некоторые И танцуют И на свадьбах Даже танцуют Но Связываться С культурой Я еще не вижу Хотя Не знаю Даже не знаю Я как-то Пыталась Говорить Давай Поступай Туда Сюда Но если Хоть кто-то Поступит Я понимаю Что и это Все не зря Будет Честно Я хотела Чтобы моя дочь Пошла поступать Но не поступила Не пошла Что она для себя Выбрала Она Социальный Педагог Но если Было бы В Камрате В колледже Была бы Хореография Она бы Туда пошла Понимаете То есть Это необходимость У нас Необходимо Я хочу сказать Нам В Гагаузии Необходимо Иметь Это Понимаете Может это В институте Но желательно Понимаете Желательно Чтобы это было В колледже Мы-то У нас в колледже Есть Инструменты У нас есть Там Пение И еще Преподавание Бокала Но хореографии Нету Понимаете А я считаю Что это должно Быть у нас И чтобы Преподавали Наши Гагаузские Танцы Понимаете Чтобы это Все это Потому что Когда наши Едут Поступают В Няга На хореографию А есть Девочки Они там Изучают Только Молдавские Понимаете То есть Вот эта Национальная Ниточка Она теряется Да А у нас Здесь Есть В Таракле В Твардице Тоже Это колледж Но там Изучают Только болгарские Почему У нас Это нельзя Сделать Мы хотим Чтобы у нас Было Мы добиваемся Чтобы культура Была Чтобы весь мир А нас Гагаузов Но Это надо Делать Какие у вас Ближайшие Планы В творческой Деятельности И В плане Коллектива Вашего Это какие-то Еще Выступления Постановка Новых танцев Ну это все Походу Как-то Оно Постепенно Так проходит Вот Я могу Заснуть Проснуться У меня уже Есть идея Так просто Вот Я не могу Сказать Что у меня Есть идея Так же Будет продолжаться Так же Буду брать Детей Детей И буду учить И дальше И другие танцы А так Планы Я хочу Чтобы побольше Наших детей Куда-нибудь Ездили И вообще Считаю Что Где бы Какой-то Коллектив Не образовался Детский И их надо Вывозить Понимаете Потому что Только тогда Ребенок Чувствует Свою ответственность Что Мы поехали Мы там Выступили Понимаете А если мы Варимся Собственно В селе Или в городе Это уже Все Это просто Губительство Удавалось ли Вам Выезжать Куда-либо Даже По Гагаузии Да В Камрад И В Вулканешты Мы в Турцию Ездили Да Каждый год До пандемии Мы каждый год Ездили в Турцию И это Прямо Вот Ждали Ждали Когда приглашение Будет Мои дети Вот до сих пор Даже общаются Мои дети Общаются С этими родителями Понимаете И до сих пор Эти родители Ждут Ну почему-то Нет Туда Приглашения Ваши дети С удовольствием Приходят На репетиции Как часто Проводятся Репетиции Ну Все Репетиции Проводятся Два раза В неделю Конечно Они Немножко Опаздывают Потому что Учатся Но Каждый Каждую неделю И каждый раз Они приходят И Мы репетируем А для того Чтобы Чувствовать себя Хорошо Комфортно На работе Это наверное И Хорошая поддержка Тыла Дома Да Ощущаете Либо Эту поддержку Да Ну Ощущаю Потому что У меня Дочь танцует И В Кадынже У нас получается Поколение Моя мама Поколение И Играл Ну Я так сказала Я Танцую Пою Я работаю В ДК И не дай бог Ты скажешь мне Почему Я пришла Поздно Или Еще что-то Несмотря на то Что Вот вы отметили Неправильные вещи Несмотря на то Что Определенное Да Время Назад Вы создали Свою семью Популярные Психологи На сегодняшний день Говорят Уже по прошествии Многих лет Но они говорят Об этом сейчас Что Важность Гармонии Построения Гармоничных отношений В семье В начале отношений Договариваться О самых важных вещах Да А у вас это получилось Несмотря на Вот нынешних Популярных Технологов Так спонтанно это все У вас это получилось Да В самом начале Я думаю Поэтому вы понимаете Друг друга И понимаете Важность Любимого дела Для каждого из вас И поэтому У вас все До сих пор Никогда не я Он никогда Не упрекал Меня Почему Ты поздно Пришла Или он Почему поздно Приехал В ЭТС У нас Никогда Такого не было То есть С пониманием Относились К любимому делу Он любил футбол Я люблю То что Я этим занимаюсь Но на этом И строится Взаимоуважение Взаимопонимание Да Он мне Много Научил Мой муж Когда мы Встречались Это так Хочу сказать Он Очень много Читал И вот Мне нравилось Когда он Рассказывал книги Ну о чем Он-то Читал Вот Рассказывал Мне хотелось Перечитать Эту книгу Так Это Это В вашей семье Тоже Ребенку Вы тоже Передавали Те же качества И Свои мысли И видения Как нужно Понимать друг друга Ну да Вы в своих Детях Где-то Видите Себя Да Есть дети Которые Прямо Просят Татьяна Ивановна Давайте мы Вот это Сделаем Давайте мы Сделайте нам Танец Вот такой Вот Мы хотим Вот вдвоем Есть Есть И мне это нравится Образцовый танцевальный коллектив Чудо Чудо Дети Руководитель Заслуженный Работник Культуры Гагаузии Татьяна Ивановна Ялома Редактор субтитров